Сантехник Удовольствие от игры. Так вот это как раз та машина, которая доставляет ее обладателю удовольствие. Ну что ж, давайте перейдем ближе к делу и сначала посмотрим характеристики по броне и внутренним модулем. Особенно тут рассматривать нечего. Единственное, что стоит заострить внимание на башне. 89 миллиметров. То есть все целиком 89 миллиметров. О чем это говорит? Ну в принципе есть приятная новость. То, что если мы стоим от башни, фугас от КВ-2 или СУ-152 войдет скорее всего без пробития. Хотя тоже не факт. Корпус у нас весьма картонный. То есть 50 миллиметров броня, 63 сам корпус. Сюда вас могут пробить уже каким-то большим 152 миллиметровым фугасом. Поэтому будьте осторожны. Ну а башня от башни как бы чуть-чуть можно. Зато все остальные нас будут пробивать весьма уверенно. Давайте рассмотрим расположение модулей. Больше всего интересуют конечно же баки и трансмиссия. Ну разумеется боеукладка. Баки небольшие. Находятся в борту. Вот в этой части. Трансмиссия и двигатель сзади стало быть горим только при попадании, простите, в попец. И боеукладка у нас не очень больших размеров. Она находится на полу корпуса. Поэтому в принципе критуется не так уж и часто. Обычно стреляют как-то вот в эту часть. Бывает выносят членов экипажа, особенно когда башню пробивают. Но в целом боеукладка ломается не так уж часто. Хотя скажите это выстрелом с пробитием от артиллерии. Ну да ладно, давайте обратно в ангар. Пару слов о том, почему все-таки многие считают эту машину лучшей и фановой. Есть ведь китаец, у которого хорошая крепкая башня и неплохое орудие. Есть Комет, у которого угол склонения 12 градусов. Ну есть конечно А44, который многие не любят, но те кто познали дзены, кому не особенно нужны УВНы, порадуются Альфе в 300 очков и неплохим бронепробитием. Даже лучше, чем здесь. Но почему именно эта машина? Во-первых, угол склонения орудия 10 градусов. Этого вполне достаточно для любых перестрелок даже в какой-то неровной местности. И самое главное, обзор 390 метров. Фактически это светляк. СТ светляк. Да, незаметность у него хуже, чем у светляка. Но в целом он может высвечивать все, что угодно. Поэтому рекомендуется поставить оптику, разумеется досылатель, ну и стабилизатор, потому что он сюда ставится. Это редкая машина, куда ставится стабилизатор. Хочется еще сказать о одном главном недостатке. Ну разумеется, бронепробитие 160 этого маловато для 7 уровня. Хотя с другой стороны идите расскажите Т-43 или Комету, что этого маловато, потому что у них еще меньше. Но это все такое. Самый главный недостаток это ДПН, которого практически здесь нет. 6.38, перезарядка с Альфой в 240. Ну то есть с досылателем это у нас получается 8.11 без боевого братства и без вентилятора. Ну знаете, как-то так. То есть вот что-что, а вот КД у этого танка очень долгое, очень долгое. Это единственный и главный его недостаток. Если бронепробитие можно компенсировать там голдовыми выстрелами, если вы, конечно, можете себе это позволить, то это уже не компенсируешь никак и приходится иногда страдать. Ну да ладно, давайте в бои и там продолжим. И начнем мы с карты Огненная Дуга. Одна из моих любимых карт, потому что как-то я не предпочитаю стоять на аллее. Конечно, если попал на ПТ, то куда тебе деваться? Ну а если на чем-нибудь легком или тяжелом или среднем, то эта карта дает много эмоций, много вариативности. Можно поехать на гору, можно поехать в центр, но так как у меня недостаточное бронепробитие, я предпочитаю занять центр, потому что отсюда можно покидать по бортам, по горе. Засвечиваю этого ИСа-6, и меня законтрила вот эта вот чертова елка, наглая такая достаточно. Она пытается уползти, но как-то не очень правильно это делает, соответственно, успеваю кинуть ей в ответку. Тем не менее, командира мы уже потеряли, и первый урон получил я именно от елки. То есть не я нанес, а мне нанесли. Тем временем ИС-6, который задумался на переезде, получил хорошего пенделя от арты, там почти на фулл хп. Ну а я пытаюсь просвечивать, кого тут только можно просветить. Бросаю на отмашь уже в очередной раз, попадаю, но, увы, без пробития. Ну ладно, 160 пробоя у нас всего-навсего. То есть если для хеллкета там 6 уровня 160 пробоя это ого-го, то для нас, для танка 7 уровня, который практически постоянно воюет с восьмерками, частенько с девятками и крайне редко попадает в топ, это пробитие, ну давайте будем откровенными, оно недостаточно. Как бы этот танчик намекает на то, что купите себе премиум аккаунт и стреляйте голдой. Но я предпочитаю все-таки использовать в основе бронебойные снаряды, потому что серебра у меня на аккаунте ну просто всегда не хватает. Ну просто вот я не знаю, вот всегда и все тут. Вот здесь засвечиваю тигра, я причем засвечиваю, как потом выяснилось. Ему там напинали и его там еще и подразобрали под конец. Вот. Ну в общем самую главную роль я здесь выполняю, роль светляка. Я бы занял бы центр, но я смотрю, что на центре там тоже наши есть, а мне пострелять хочется пострелять по бортам. Правда вот этот вот тяжело бронированный японец для меня это ну такая не очень цель. Его даже голдой пробить не особенно-то получается, потому что ну действительно очень хорошо бронированная машина. Ей должна заниматься артиллерия в первую очередь. Ну если она ей не занимается, то приходится все делать самому. Бросаю по бульдогу, который ну реально очень мешает здесь по центру. Очень подставляюсь, откровенно подставляюсь, потому что в меня летят снаряды, правда не попадают. С введением новой физики походу понерфили задний ход, и у этой машины задний ход как-то, мягко говоря, не очень стал. И это очень печалит. На самом деле, конечно, когда машина сдает назад очень быстро, то у тебя возможностей для маневра гораздо больше. Увы и ах, сейчас это немножечко не так, как было раньше. Но, с другой стороны, сейчас все в одинаковом положении, поэтому чего тут уж плакать-то. Правда, несколько поведенческие факторы самих игроков вследствие этого изменились. Ну вот типичный пример. Стрелял в королевского тигра, а попал в Т-29, потому что закрыл его своим бортом. Ну а у меня есть время пострелять. Хотя я уже забыл, что я переключился на голду там для ИСа третьего, по-моему. И стреляю ей дальше, потому что, ну как-то вот у меня, частенечко такая фигня случается. Не приучен я к тому, что надо переключаться между снарядами. Выстрелил в одного, переключился на бронебойки. Прекрасно бы сейчас бронебойными заходило. Ну вот как-то, как-то получилось. Как получилось, так получилось. Ладно уж, что там. Вододелы в основной массе стреляют голдой. Иногда и мне можно поголдострелить. Конечно же, в этом бою я уйду в серьезный минус. Но как бы, как бы меня это не сильно беспокоило. Вот здесь я думал, что я ИСа третьего засветил, а он меня нет. Оказывается, он меня видит. Лампочка загорелась, когда он уже выстрелил. Я огорчился, отъехал назад. И думаю, ай-яй-яй. Ну как-то нехорошо получается-то. Хотелось пострелять, а тут ИС третий. Ну ИС третий куда-то уполз. И, соответственно, дает им мне время пострелять по королевскому тигру. Тем временем наши на горе слились. Остался единственный там 44-й, который что-то пытается там сделать, подсвечивать. Надо сделать очень важный минус, чтобы наши в конце концов сдвинулись с аллеи. Где они там в большом количестве что-то непонятное производят, что-то непонятное делают. Давным-давно можно было уже прорашить. Учитывая, что счет в нашу пользу. И как бы основная масса танков находится у противника далеко не на аллее. Ну, наконец, начинается движение. Понятное дело, что там сразу же всех смели. Я пытаюсь помочь там добить 29-ку, но у меня не получается. Смотрю, бульдог живой до сих пор. До сих пор бульдог живой. Упарываюсь, разумеется, получаю от тигра, потому что ему стрелять больше не в кого. Теряю наводчика. И, увы, ах, теперь мне... У меня не получится пострелять по артиллерии, как хотелось бы. Да, один выстрел заходит, но остальные, увы, уже не получится реализовать. Вот такие вот у нас дела. Ну, что ж, остался, значит остался. Тем не менее, нанес неплохой урон. Там, три с лишним тысячи урона. Это всего лишь первая степень. Немножечко ушел в минус, конечно, неприятно. Ну, что поделать. В принципе, на этом танчике у меня зарабатывать не особенно получалось. Получается неплохо уходить в минус. А вот зарабатывать, увы и ах. Следующий бой, это уже в топе, во взводе. И тут мы как бы решаем втроем сразу же продавить одно направление, несмотря что мы на штурме и в обороне. Но наплевать. В принципе, если ты в топе и во взводе в топе, то тогда ты должен давить вперед. Давить гашетку вперед и не обращать внимания ни на что, что происходит вокруг тебя. Потому что от тебя зависит весь бой. Вижу противника. Как бы так ставлю его на гуслю. Потому что здесь и артиллерия есть в бою. И что-то мне страшно немножечко вылазить. Но как бы наши подъехали. Соответственно, мне надо им чем-то помогать. Расстреливаем этого КВ-85, который неудачник здесь в данной ситуации. Остаемся 3 в 2. И надо как бы этот фланг забрить. Разумеется, я здесь уже борзею немножко. Даже не немножко, прямо скажем. Ну, так как мои совзводники уже поехали справа от меня. Я решаю здесь поднакатиться и кому-нибудь поднавалять. Вот, такие вот дела. Так, набегаем мы на 34-85. Там на этого самого, на немца, который пытается удирать. Захватываю его на автоприцел, но почему-то промакиваюсь. Вижу 34-ку, которая здесь пытается драпать. И совершенно не ожидаю, что мне в корму кто-то заедет. А этот гадский немец взял да объехал меня. Ну и обратите внимание, опять вынос командира попал, стало быть, в башню. Я рассчитывал, что вот здесь я ему дам плюху, но почему-то с вертухи не зашло. Это все-таки не тот дед. Предпочитаю не чиниться, получаю еще один выстрел. Ну, в общем, блин, самое начало боя какой-то один сплошной фейл. Я уже что-то расстроился, урона практически не нанес, поглотил практически столько же, сколько нанес. В общем, какой-то бред. Ну, думаю, ладно, ничего страшного. Сейчас поедем на другой фланг, счет 6-1. Понятное дело, что победа. Еще где-нибудь успею чего-нибудь настрелять. Ну, собственно, так и произошло. Но, в общем-то, бой на самом деле настолько фейловый, что мне за него даже немного стыдно, потому что реально столько ошибок здесь допустил, просто поехал, но пофиг. Заговорился с ребятами и натворил тут просто каких-то чудес. Наделал дел, что называется. Если там в бою на Прохоровке я был один и там, в принципе, ну, относительно все делал правильно, конечно, тоже там рисковал. Но это так с одной стороны. То с другой стороны здесь я просто... Я просто был отвлечен разговором и, соответственно, параллельно пытался играть в танки. А это у меня не очень хорошо получается. Как известно, у меня на стримах никогда ничего не выходит толкового. Вот. Когда я играю соло, у меня гораздо лучше результаты, чем в каких-то взводных или ротных боях. Потому что разговоры разговорами, а дела делами. Ну, я смотрю счет 10-6, в принципе, в нашу пользу. Совершенно не обращаю внимания, что он становится там 11-7. Вроде бы, как не все так еще радужно. Еще есть шансы даже проиграть. Надо было бы поаккуратнее. Зачем я здесь влажу на Тигра П. Спросите у меня, я не знаю сам. И зачем я ему пытаюсь выстрелить в лючок. Хотя можно было выстрелить в маску и с удовольствием его пробить. Опять-таки уже почти отчаянно откатываюсь назад. Пытаюсь байтить. Пытаюсь вытащить его на стволы союзников. Понятное дело, что стволов союзников у меня за спиной нет. Но Тигр-то об этом не знает. Он думает, что у меня тут есть прикрытие. Ему нормальненько так вбрасывает арта. Я уже нахально выезжаю, а тут приезжает защитник маленьких и обиженных. И дает мне окончательного пенделя. Я понимаю, что я стою шотным, и как-то что-то мне вылазить на 29-ку не хочется. Но я вот подумаю, все-таки забайтить его, заодно подсветить. Может быть, вытащу там на своих, уже там кто-то подъехал. Он только что отстрелялся, и я вижу, что надо либо стрелять, либо уезжать. Потому что один плевок в мою сторону, и я в ангаре. Вот когда остается мало ХП, тогда начинаются, включаются мозги. Тогда уже заканчиваются разговоры, и надо немножечко подумать, как сделать и что сделать. И здесь мы с ним уже начинаем играть в гляделки. Он смотрит в ту точку, откуда он может меня прострелить. А я смотрю, а я смотрю в его сторону, жду, пока он отвернется. Почему-то он внезапно отворачивается, потому что он, наверное, все-таки стоит под артой. Или в кого-то там захотел пострелять. Разумеется, ставлю его на каток, он отстреливается на отмашь, промахивается. Я понимаю, что у нас перезарядка примерно одинаковая, но я перезаряжусь раньше, потому что я раньше выстрелил. Так, хорошо. Второй раз стоит на каточке, и я вот уже жду перезарядки. Его огорчает арта, он жаждет меня забрать, но, разумеется, подставляется и отправляется в ангар. Ну, в общем, все, дело сделано. Бой выигран. Урона нанесено немного, но хотелось бы еще чуть-чуть, поэтому отправляюсь тут за КВ третьим. Вполне возможно, ему тут еще что-нибудь накину. Тем более, углы вертикальной наводки мне отсюда даже позволяют от башни выстрелить. Но как-то он смотрит в другую сторону, зачем стрелять от башни. Перезарядка у него чуточку дольше, чем у меня, правда альфа побольше. Ну, да, собственно, не суть. Отправляю его в ангар окончательным выстрелом. Фрагов много не настрелял, дамага тоже, но почему-то внезапно взял мастера за этот бой. Почему, честно, не знаю. Ну что ж, ребят, у меня на этом все. Я вам хочу сказать, машина великолепная, замечательная, фановая, быстрая, подвижная, с хорошей пушкой, с хорошим обзором, веселая. Самое главное, что в ней, конечно, брони нет, но вы же знаете о том, что чем меньше вам нужна броня, тем лучше вы игрок. Ну, на сегодня все. Ну и пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова